Прогуливаясь по торговому центру в поисках новогодних подарков для своей пятилетней дочки, Велина Сазонова наткнулась на сладкую коробку с телеграммой для Деда Мороза. Чем не сюрприз для ребенка, тем более есть шанс получить хорошие подарки и устроить настоящий праздник. Сегодня же, думаю, сядем с ребенком, придумаем, что написать, напишем письмо. И я думаю, другим мамочкам тоже будет полезно это сделать, потому что конкурс вроде бы как продлится до середины января и в длинные выходные будет чем себя занять вместе с ребенком. Уже сегодня на конкурс поступило более 500 писем от якутянцев всего региона. Строгая жюри, в состав которого вошли представители Союза журналистов, писатели республики, работники культуры, образования и книжного издательства. Будут оценивать самую важную часть письма – ее содержание. Дети пишут творческое сочинение. Конечно, на какие темы сделать акценты мы указали в положении. Все это красиво оформляется. Например, не только текст, а допускается приклеивать наклейки, нарисовать какие-то позитивные вещи, чтобы был креатив, чтобы была интересная подача. Все это, конечно, фотографируется, рядсканируется и направляется нам на электронную почту. Принять участие в конкурсе может любой ребенок от 3 до 18 лет. Их распределят по четырем возрастным категориям. Лучшие работы будут отмечены сертификатами на оплату образования, покупку мебели, детской одежды. Кроме того, организаторы подготовили ноутбуки и айфоны для поддержки учащихся во время дистанционного образования. Это идет как поощрение творческих способностей детей. Тем более с призовым фондом. Очень даже актуальный и правильный. В нашей школе, например, классами заказывали. И мы надеемся, что дети будут удостоены чести получить какой-то и подарок. Приобрести сладкие подарки с телеграммой для Деда Мороза можно в торговых центрах столицы. Для горожан они доставляются бесплатно. Работы принимаются до 20 января. А 25 января в прямом эфире состоится оглашение результатов и награждение победителей конкурса. Ульяна Шагина, Илья Саремятников, Якутск. Редактор субтитров А.Семкин